Народ, давайте поможем мне, пожалуйста, сделаем новогодний подарок. Я загадал у Дедушки Мороза, чтобы мои видосы начали попадать в рекомендации FIFA Mobile. А для этого он мне выдвинул очень сложные условия. Для того, чтобы попасть в рекомендации FIFA Mobile, вам необходимо за час после выхода ролика набрать 100 лайков, либо же 100 комментариев. Учитывая мою активность, это практически невозможно, но я на вас надеюсь, вы моя поддержка, вы мои зрители. Поэтому давайте, пожалуйста, мне сделаем новогодний подарок и пробьем этот видосик в рекомендации FIFA Mobile. Начинаем. Ну и, конечно же, первые 100 комментариев под этим видеороликом я лайкну и отвечу на каждый из них. Так, всем привет, народ, с вами Дядя Некит, и у нас с вами сегодня будет, конечно же, рубрика «Без рынка и без доната», уже седьмая, по-моему, часть. И сегодня у нас с вами будет самый лучший выпуск, потому что сегодня мы с вами вытащили очень много кумиров, в которых я их, кстати, крафтил. Также игроки 108 в паке, точнее, один игрок 108 в паке с Ultimate, которая команда турнира. Ну и, конечно же, прокачка состава, которая у меня сейчас просто выглядит суперским образом. У меня команда сейчас просто преображается, и до конца этой рубрики осталось совсем чуть-чуть. То есть мы совсем скоро уже её закончим. Я сказал, мы её закончим тогда, когда на аккаунте будет 110-й рейтинг. 110-й уже совсем скоро будет. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня будет такой типа и подведение итогов выпуска, то есть сегодня я не в прямом эфире, я буду крафтить кумиров, кто бы мог там, конечно же, подумать. Я это делал не на запись, но не с вебкой. Сегодня лучший выпуск, как я сказал, потому что сегодня я вам скажу то, что начинаем наш с вами выпуск с Криштиану Роналду. Криштиану Роналду мне выпал на этом аккаунте три раза, бля, три раза. То есть мне то ни одного Роналду не выпадает за там последние 3-4 фифы, то три Роналду за одну буквально неделю мне дропнулось на аккаунте без рынка. Первый Роналду мне выпал в серебряном подарке, в таком вот событии. Я вот сейчас даже сейчас покажу, потому что я просто не ожидал, я его открывал, открывал, просто мониторил эти паки. И тут просто бам, я открываю, волкаут, падают португальские флаги, я такой думаю, ну, наверное, пипе. Потом НАП, МЮ, я сразу понял, что это тот самый Криштиану Роналду. Конечно же, 90 рейтинг, он мне выпал в наборе серебряную подарку, гениально. Второй Роналду мне выпал тоже в этих же подарках, только он мне выпал в мастерском подарке. То есть это уже, по-моему, предпоследний, который в самых лучших этих сетках. Тоже Криш, тоже 90, тоже сначала Португалия. Я еще такой думаю, блядь, ну не может же два подряд типа Роналду, причем это было в один день. Думаю, ну нет. И в итоге, да, 90 Криш в фф-факе в один день, блядь, два Роналда вытащил в один день, блядь. Ну и третьего Криша я поймал в событии FIFA World Cup. Мне выпал 90 рейтинг Криш. Ну, конечно же, вот эта вот карточка. И она, кстати, у меня сейчас в составе, в команде, но я составлю вам попозже чуть-чуть покажу. После всех этих Кришей я их, к сожалению, никак не могу продать. То есть мне их либо только в состав ставить, либо сливать в игроков для опыта, потому что, сейчас я раз говорю, мы не используем рынок, мы не используем Денейшн. Я перешел крафтить кумиров. Как раз-таки в одного из кумиров я влил Криша своего 90 рейтинга. Тем более он на рынке особо ничего не стоит. Первый кумир, которого я крафтил, вот так вот сейчас это все будет выглядеть. Я это сейчас все поверх фона выставляю. Набор базовых кумиров. И я надеялся на что-то хорошее. Но в итоге мне выпал только Хаджи 85-й. Нахрен он мне вообще был нужен. Я надеялся на, там, не знаю, Роналду или... Роналду Зубасик, конечно же, либо на Яшина. Ну и второй кумир, которого я сейчас тоже крафтил. Как раз-таки я показываю то, что я сюда и Антони, и Роналду, блядь, и шикарные просто карточки слил. Вот я, кстати, сейчас это все показываю. Просто посмотрите, какие карточки я сливаю, чтобы получить просто одного какого-то, возможно, обоссанного кумира. Так, на самом деле, оно и получилось, потому что в этом наборе, вы сейчас это все увидите, мне выпал Литманин, 85-й рейтинг. Нахрен он мне тоже нужен. Тем более, они вообще нихера не стоят. То есть даже если чисто для продажи, они ничего не стоят. То есть я слил намного больше, чем поимел. Ну и, конечно же, недавно выходил выпуск, где я открывал три пака. Но эти три пака были на разных аккаунтах. Один пак, который я открыл, был на аккаунте как раз-таки без рынка. Там мне выпал 108-й ГакПо. Вот, сейчас, может быть, вставлю где-нибудь тоже, где-нибудь появится информация. Мне, конечно же, сюда нужно самого такого, которого можно, конечно же, продать. И получить с этого неплохие монеты. Что-то мне вообще подлагало капитально. Так, все, открываем наборчик. Так, тоже здесь может дропнуться. Конечно же, ну, по традиции. Так, ну-ка. Голландия. Я понял, кто это сразу. ЛП? Да, это ГакПо. Это ГакПо 108-й рейтинг. Неплохой вариант, конечно же, мне в команду, потому что мне нужен ЛПшник. Но 273 ляма. Что могу сказать? В целом, игрок неплохой, но... Как вам сказать? В целом, этот игрок я, как бы, тоже не имею права его продавать. Хотя, очень сильно хотелось. Все-таки он в потоке. В максимальном 275 лямов монет. Вы представляете, что это за монеты такие? Мне никогда столько монет не было. Но я решил его оставить. И, как бы, сейчас вам покажу, как выглядит моя команда. Моя команда уже с ГакПо. Вот так вот выглядит команда. Также мне, кстати, выпал Леонель Месси в наборах FIFA World Cup. Мне выпал Леонель Месси. Но я решил его, как бы, не афишировать особо. Тем более, я даже не записал. Просто я вытащил его. Пропустил. Думаю, ну Месси и Месси. И все. То есть, мне Месси выпал как раз-таки Криштиану из событий FIFA World Cup, который мне выпал. Я вам его показывал. Ну и вот он, ГакПо 108-й рейтинг, который как раз-таки тоже мне выпал в наборе. Вот это вот. Вот так вот выглядит моя команда. Это схема 3-4-3. Здесь, к сожалению, нету 3-5-2. Пока что мне еще не открылось. 107-й рейтинг. Я думаю, в целом уже неплохо. Комада вырисовывается симпатичная. Шикарный состав. Радужный. Три кумира. События Чемпионат мира. Очень много карточек. То есть, в целом, да. Кто-то скажет, что неинтересный состав, потому что только Чемпионат мира и только кумира. Но я вам скажу то, что основная цель 110-й рейтинг. Здесь я не смотрю на красоту состава. Поэтому вот как-то так вот он в целом и выглядит. Думаю, что мне надо заменить Пуёля, потому что он самый низкорейтинговый. Ну и право полузащитника. Он вообще не по позиции Челла с ПФЗ. Просто 96-й. Заменить этих двух. И в целом, довольно-таки неплохо можно дальше и качать наш основной состав. А Роналду с Месси я специально поставил. Я хочу поиграть за этих двух легенд в одном составе. Как-то так вот такой получился выпуск. Я не знаю, насколько мы с вами прокачали рейтинг состава по сравнению с прошлым выпуском. Но я думаю, что уже в целом финальные выпуски сейчас вот выходят. Потому что 107 уже рейтинг. Осталось еще 3. И все. Рубрика закончена. До свидания. Можно говорить этой шикарной рубрике без рынка. Которая уже, кстати, вторую или третью фигу подряд выходит. С вами был дядя Никит. Вы сами знаете, что прекрасно надо делать. Поздравляю вас уже с уступившим Новым Годом. Дедушка Никит уже не дядя, а дедушка. Конечно же снимает для вас видосы. Ну и все. Всем пока. Увидимся на днях.